Бланки полисов ОСАГО есть. В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства призывают водителей жаловаться им, если страховые компании отказывают в выдаче полисов обязательного страхования или навязывают дополнительные услуги. Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной итогам года работы министерства. Когда граждане сталкиваются с этим вопросом, что им отказывают страховые по каким-то причинам заключения договоров ОСАГО, обращаться к нам в Минтранс, мы на эту ситуацию будем реагировать и, соответственно, будем по каждому случаю проводить разбирательство, почему это произошло. Потому что, я говорю, еще раз повторюсь, что у нас все страховые компании уверились, что у них нет никаких проблем с бланками. Соответственно, значит, все граждане должны быть застрахованы. За 11 месяцев работы этого года грузооборот мурманских портов увеличился на 22% по сравнению с предыдущим. Та же ситуация в Мурманском аэропорту. Пассажирские перевозки выросли на 13%. Авиарейс сообщений Мурманск-Апатиты стал регулярным еще в планах увеличить количество перелетов по маршруту Мурманск-Москва-Мурманск-Санкт-Петербург. В этом году в Заполярье отремонтировано 67 километров дорог. И впервые за долгое время все работы с асфальтом удалось завершить срок к концу октября. В ближайшее время состоится конкурс на разработку проектной документации и строительство железнодорожной ветки в выходной Лавна. Это означает, что первый этап проекта по развитию Мурманского транспортного узла наконец-то сдвинется с мертвой точки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова